всем привет в этот раз показываю вам второй свой заказ сайта ивановского трикотажа василек первым заказом я осталась безумно довольна все вещи в использовании я вам даже давала отзыв на эти вещи после стирки видео ссылку на видео первое и ссылку на видео с отзывами после стирки я оставлю под этим видео ну а сейчас начну показывать то что я в этот раз заказала на этом сайте ссылку на сайт я тоже оставлю под этим видео можете зайти посмотреть и возможно заказать если вам понравится то что вы увидели цены очень низкие цены приемлемые и вопрос доставки было очень много вопросов сколько стоит доставка ну во первых вы можете пройти в раздел есть такой раздел на сайте доставка и посмотреть примерно условия примерно сколько стоит и условия я вам скажу сейчас то, что я получила, это была посылка огромная на 7 килограммов, и по маршруту Иваново-Челябинск она ехала примерно 2 недели, то есть с того момента, как я сделала заказ на сайте, до момента отправки посылки прошло, по-моему, дня 3 или 4, но там попали выходные. Я думаю, что если бы это были рабочие дни, наверное, было бы побыстрее, но вот так получилось. Я сделала заказ 27 сентября, а пришла мне посылка, сейчас вам скажу, она пришла в начале октября, пришла она 7 или 8 октября, и, ну, получается, дней 10 в пути был мой заказ, и 7 килограммовая посылка 578 рублей, а заказ в деньгах был примерно на 5 тысяч рублей, 578 за 5 тысяч, это получается, ну, примерно 11% от заказа, это вот получилась такая стоимость. Я не буду сейчас рекомендовать вам отталкиваться именно от этой цифры, кто-то живет ближе, кто-то живет дальше, у кого-то больше вес, у кого-то меньше вес, но плюс ко всему еще сложно предположить, да, какой будет вес у вашей посылки, но в любом случае это не 50% от стоимости заказа, но я так предполагаю, не знаю, возможно, в отдаленные регионы будет немножко дороже, вот, но вот ориентируйтесь, что до Урала идет примерно за 11% от стоимости заказа. Ну, и давайте начнем смотреть. Первое, я уже стою в этой тунике, в безумно мягкой, нежной тунике, заказала для дочери 44 размер, заказала, я тоже ношу 44, но свои вещи для дома я беру на размер побольше, для того, чтобы они после возможной усадки нигде мне не сдавливали, я люблю дома ходить, чтобы все было таким балахончиком, и поэтому себе заказываю 46 размер, для дочери она носит 42 размер, но у нее достаточно широкие плечи, поэтому я ей заказываю 44 и вот эта кофточка для нее, я, конечно же, в нее вошла, потому что я 44 размера, здесь кармашков никаких нет, ну, и сзади просто прямой крой. Рисунок, здесь такой симпатичный медвежонок, но нанесена краска, вот этот рисунок нанесен краской, и она, конечно же, по вот этому ворсу начинает немножко трескаться, ну, вещь для домашней носки, не для уличной, нормально все равно это все хорошо смотрится, уже тут и немножко пятачок, ну, смотрите, ткань ворсистая, любой рисунок на ней удержать будет сложно, ну, и плюс ко всему, на этой ткани как-то выдавлены или вырезаны по ворсу розы, на воротничке есть очень мягкая нежная резиночка, и рукав чуть-чуть прикрывает локоть, очень-очень нежная, мягкая, так, состав 100% вискоза, и размер 44 идет на рост 170, 88, 96, очень теплая вещь, я сейчас снимаю на балконе, на улице у нас идет снег, балкон не отапливаем, только едва немножко утепленный, и мне совершенно не холодно, не комфортно, то есть, когда у вас дома прохладно, межсезонье, когда, допустим, отопление еще не включили, или, ну, просто у вас дома может быть прохладно, да, квартира холодная, прекрасно просто находиться вот в этой вот тунике, очень приятная, 490 рублей, она стоит на сайте, и модель R239, делаю замеры в области груди, 49 см я намерила, ну, и дальше она идет абсолютно прямая, эта туника, а, ну, чуть-чуть книзу, книзу расклешенная, но тут небольшая разница, и по длине сейчас скажу, длину я намерила от верха горловины до самого низа 88 см, ну, и давайте ширину рукава на всякий случай, потому что он достаточно прилегает к руке, 16,5 см, вот этот размер, ну, а я сейчас в другой тунике, я ее взяла для себя, но тоже в 44 размере, взяла для того, чтобы принимать гостей, когда кто-то приходит, это такая удлиненная рубашка, трикотажная, так, я отклеила от нее ярлык, это стопроцентный хлопок, размер 44, он вот тут прям был, поэтому я убрала, теперь я вам скажу, называется туника бойфренд, трикотаж, 44 размер, 630 рублей, это прям платье-рубашка, я не знаю, вышла бы я в этом на улицу, ну, возможно, да, возможно, да, потому что это прям такая не совсем домашняя одежда, но ткань у нее трикотажная, тянущаяся, трикотажная, не очень ткань, ну, в смысле, ткань хорошая, не очень тянущаяся, вот что я хотела сказать, кармашки достаточно глубокие, входит больше, чем запястье у руки, ну, и вот сзади тоже прямой крой, на пуговках, ну, обычные белевые светлые пуговки прозрачные, воротничок, здесь, типа, ну, это погончики, не погончики, девчонки, не знаю, как это называется, в общем, выглядит она очень-очень прилично, ну, куда-то, не знаю, на природу погулять, выйти в парк даже можно, очень-очень мягкая, очень приятная, 44 размер, и вот эту я намеренно не брала больше, потому что я хотела, чтобы она была прям по фигурке, а не балахоном, поэтому свой размер взяла, но она побольше, чем предыдущая, и сейчас мы с вами сделаем замеры, давайте еще раз вам покажусь, здесь место в бедрах у меня остается, бедра у меня были 96, но я чуть-чуть похудела, наверное, может, 95 стали, то есть есть еще запасик, ничего не облегает, ну, и сзади тоже ничего не облегает, рукавчик спущенный, здесь еще манжеточка пришита, в общем, я очень-очень довольна рубашкой, сейчас будем делать замеры, итак, пол груди я намерила 51 сантиметр, так, в талии, талия 48, и посмотрите, как у нее сделан низ, сзади она чуть-чуть длиннее, чем спереди, длина по спинке 95 сантиметров, а спереди на 10 сантиметров короче, 85, ну, и я примеряла вместе с вами, до этого даже не надевала, сзади поближе покажу, в области плечей ткань отрезана, и пришита здесь с небольшим, небольшой складочкой, следующая вещь, я уже надела, взяла дочери, тоже размер 44 взяла, и это туника банни, RG 260, у нее артикул, всего лишь 290 рублей, полосатая туника, черно-белая, хлопок стопроцентный, и достаточно жестковата, то есть, если предыдущая рубашка, она была прям мягкая-мягкая, нежная, то это немножко жестковата, но тоже, думаю, до первой стирки, вот это вот, вот этот кролик банни, этот банни, это все наклейка, слышите, да, как шуршит, то есть, наверное, через какое-то количество стирок, немножко этот рисунок уйдет, подпортится, ну, для домашней одежды очень даже хорошо, удобно, опять есть карманы, 44 размер, здесь достаточно свободный, и я спокойно могу сама в нем ходить, мне вот, вот конкретно эту тунику даже 46 размер не нужен, спущенное плечо, со спинки, все показала вам, ну, и сейчас опять же сделаем замеры, и так, замеры туники с кроликом, грудь 50, талия 48 и длина 85 сантиметров, ну, а я уже в четвертой тунике, не помню, кому заказала, но 44 размер, может быть, себе, может быть, дочери, дочь у меня, кстати, в прошлый раз сказала, да почему мне ничего не заказала, в общем, решила заказать домашнюю одежду ей, три туники, а себе вот эту одну полосатую бойфренд, цвет называется мятный, называется туника Соня Мята, у нее артикул называется М-Соня Мята, 364 рубля, и состав 100% хлопок, тоже 44 размер, и показываю вам, очень тоненький трикотаж, сбоку разрезики, карманов нет, она прям самая тонкая из всех, что я сейчас мерила, ну, и сзади до колена, у меня метр 165 рост, и она ровно до колена мне, по плечам хорошо, в общем, такой хороший 44 размер, буковки тоже здесь нанесены, как приклеенные, как переводные, такие бывают наклейки для одежды, ну, и ткань немножко, посмотрите, она как меланжевая, видите, то есть она не однотонная, мятного цвета, а меланжевого, в общем, опять все четыре вещи мне очень-очень нравятся, за исключением вот этой туники, кто любит черно-белое сочетание, тем, конечно, все понравится, а я не знаю, зачем заказала, мне почему-то хотелось именно ребенку с кроликом, но черно-белый цвет, не знаю, подойдет ей или нет, ее пока дома нет, поэтому не могу ничего, ее мнение никакое вам сказать, так, ну, теперь я быстренько переоденусь в теплое и продолжим, так, в мятной тунике по груди 53 см, 50 см у меня на талии и длина 90 см, так, все, размеры вам сказала, следующее, что я заказала, это повторный уже заказ, полотенца кухонные, достаточно жесткие они были до стирки, но после второй, третьей стирки это просто наимягчайшие полотенца, которые прекрасно впитывают воду с рук, если вы стол протираете насухо, это просто происходит моментально, хотя на вид они вот новые, видите, аж колом стоят, но после стирки они становятся совершенно другими и я вот просто сделала повторный заказ, но второе полотенце я взяла вот с такими совушками, с рисунком кухонных предметов не было, поэтому я взяла с совами, но это тоже сейчас актуально, детям понравится, будут пользоваться. Полотенце в клетку 48 рублей, полотенце совы 63 рубля. Еще я заказала вафельные полотенца в подарки на Новый год, они обошлись совершенно недорого, я вам сейчас скажу, полотенце вафельное с хрюшей, 35 на 75, я вам сейчас разверну их поближе, покажу, они продаются по 5 штук в упаковке по 28 рублей. Я в прошлом году хотела купить в магазинах аналогичные полотенца для того, чтобы вместо шоколадки, да, какой-то, ну не всегда мы делаем подарки людям, особенно которых мы редко видим, ну какие-то дорогие подарки, да, а вот прийти в гости в новогодние праздники, что-то принести с собой, очень приятно, когда что-то приносишь, ну и вместо уже избитых шоколадок и новогодних подарков, в которых половина конфет и всего остального содержимого сразу на выброс, я считаю, это очень полезная штука и 28 рублей стоит одно вот такое полотенце, 5 штук нужно сразу заказать. Ну и следующее с Новым Годом полотенце такого же размера 35 на 75, тоже 28 рублей штука, написано, что они вафельные, но вот это вот с Новым Годом, показываю какое, оно не вафельное, ну оно просто какое-то жестковатое, но оно не вафельное, да, вот в нашем понимании вафельки это в клеточку такой материал, здесь нет, достаточно жестковатый, есть петелька, за что повесить, ну, кстати, у таких полотенчиков была у какого-то петелька и она порвалась после, ну, нескольких использований, то есть я как использовала свои крючки и прищепки, так использую, ну, не важно, есть на первое время на что повесить, очень симпатичное полотенчико, вот такое. Второе с хрюшей, у нас год свини наступает, мне очень-очень понравилась эта хрюша, здесь тоже есть, смотрите, петелька и вот так выглядит полотенчико, очень красивые, нарядные новогодние сочетания, мне нравится красный, серый, белый, зеленый, вот это полотенце больше подходит под определение вафельного, вот оно с изнанки видно, что именно квадратиками рисунок, но все равно немножко такой, и вот это полотенце мягче, чем это, давайте я вам покажу с изнанки, посмотрите разницу поближе, вот это на вафельное не похоже, а вот это все-таки вафельное, очень мягкое и, по-моему, хлопок тоже здесь стопроцентный в составе, в общем, запаслась, 10 штук у меня есть, можно спокойно к Новому году уже, я считайте, готова, дальше я заказала теплые носочки и тапочки, вот такие тапки, сейчас вам скажу, сколько они стоили, пыльный, розовый, это эти или нет, нет, так, сейчас погодите, так, это тапки теплые, домашние, называется Socks, артикул 0,25, цвет персиковый, 39,41 размеры, всего лишь 104 рубля они стоят, подошва у них противоскользящая, с такими пупырышками, внутри все очень мягко, но 38, 39,41 здесь указан размер, не соответствует, мой размер 38,39 и они не впритык, просто впритык, если у вас 40 или 41, у вас нога сюда точно не войдет, они маломерят, произведены они, кстати, в если стоят на 90% из акрила и 10% спандекса, ну, у меня с дочерью одинаковый размер, нам, конечно, они будут как раз обеим, у нее чуть-чуть нога поменьше, у меня побольше, если мне впритык, то ей будет свободненько, а вот остальные я сейчас вам покажу, я заказала еще вот такие зайки, вот такие вот зайки, вот этот цвет пыльно-розовый, тоже 38,41 здесь размер, и здесь 38 даже начинается, здесь соответствует, то есть если больше 39 размера, то нога туда войдет, так, что еще хотела сказать, тоже здесь противоскользящие подошвы, и стоят они 240 рублей всего лишь стоят, глазок тут нет, здесь есть носик, ушки, и все, и вот они такие вот пушистые, мягкие, заказала еще теплые носки, тоже, кстати, с тормозами, немножко я тормознула, да, чтобы показать вам тормоза, они здесь просто приклеены, как силиконовые такие пупырышки, достаточно длинные такие носочки, внутри тоже они очень мягкие, как ваточка, и такие носки, цвет серый, теплые, домашние, 39,41, размеру соответствует всего лишь 168 рублей, тоже они сделаны в Китае, тоже акрил 90, спандекс 10, ну, похоже, все одной фирмы, ярлыки у всех одинаковые, очень недорого, очень бюджетно, и последнее, что я вам покажу, а, нет, не последнее, что-то я вам каждый раз говорю, это последнее, на самом деле не последнее, взяла комплект постельного белья из ткани перкаль, никогда не покупала такую ткань, мне было просто интересно, заказала, это 100% хлопок, фабрика 8 марта, перед первым используем, рекомендуем постирать изделие при температуре 40 градусов без использования хлора, остерегайтесь подделок, интересно как, идеальное соотношение цены и качества, сейчас будем с вами смотреть, я взяла полутораспальный комплект, было очень много отзывов на ивановский трикотаж, что вот якобы он скатывается, девчонки, вот 100% хлопок у меня еще не скатался ни разу, я, когда выбирала в этот раз на сайте, посмотрела, есть ли какие-то другие составы, оказалось, что есть, есть ненатуральные составы у белья, и вот ненатуральные скатываться могут, поэтому вы когда покупаете, обратите внимание на состав, то есть если белье чуть-чуть дешевле, а может и не чуть-чуть дешевле, то возможно там ненатуральная ткань в составе, она будет закатываться, она будет электризоваться, поэтому будьте внимательны и я думаю, что тогда у вас таких проблем точно не будет вот так должен выглядеть комплект на кровати таких выдержанных спокойных бежево-розовых тонах ну и сейчас развернем посмотрим что же здесь внутри показываю наволочку наволочка 70 на 70 но у меня подушки 50 на 70 ничего в этом страшного я не вижу подушку наволочка с клапаном что я делаю я просто лишнюю ткань заправляю внутрь и спокойно у меня подушка в этой наволочке используется не ничего с неплохого не происходит достаточно гладкая ткань такая немножко даже какая-то шелковистая на ощупь она сначала показалось мне немножко грубоватой но сейчас я ощущаю что нет я думаю что сейчас она просто немножко на крахмаленная пока новая после стирки станет гораздо мягче если сравнивать с бязью то она более тонкая и на ощупь более гладкая то есть бязь она немножко такая как бы как как вам сказать более редкая что ли не знаю как объяснить но в общем эта ткань очень гладкая и очень шелковистая смотрим пододеяльник пододеяльник двусторонний с одной стороны пришита ткань другого рисунка а с оборотной стороны такая же как на наволочке и как на простынке обожаю такие тона в постельном белье не люблю ничего яркого вообще люблю белое постельное белье но пока дети в семье никакого белого белья точно мне не светит те простыни которые я в прошлый раз на резинке купила светлые они у меня уже в краске в пластилине в шоколаде еще там в чем-то то есть пока меня нет дома мой первоклассник просто занимается какими-то творческими работами так вырез для одеяла здесь оформлен просто не зашитой частью узкой стороны пододеяльника из простыни у меня выпала еще одна наволочка 70 на 70 то есть в комплекте их две ну и простыня такого же цвета как наволочка давайте разворачивать не буду это обычная полутораспальная простыня дальше что я заказала представляете это вот я вам все достаю это на 5 тысяч рублей все это куплено снова заказала пуховую подушку первое мне понравилось я на ней с удовольствием сплю заказала вторую кроме как на перник ничего другого нет она такая же очень мягкая приятная на ощупь также пахнет немножко перышками как пахал у меня предыдущие то есть она чуть-чуть знаете пуховики бывают пахнут перенем вот она также пахнет на наволочку надеваешь и все ты уже этого ничего не чувствуешь ну и решила всей семье купить подушки и следующая подушка эта подушка престиж наполнитель верблюжья шерсть плюс искусственный лебяжий пух она тоже 50 на 70 приходит вот в таком чехле для хранения я кстати храню меня есть гостевые подушки они хранятся ими в таких чехлах и выглядит вот таким образом эта подушка у нее достаточно плотный вот этот как сказать наперник не наперник да здесь перьев нет будем так называть ну или наволочка достаточно плотная шелковистая и у нее есть от строчка как вам показать видно нет у нее есть фигурная от строчка очень красивая верблю хочу попробовать на всех поспать еще сейчас одну вам покажу кроме пера хочу попробовать той которая у меня есть и затем уже понять какая мне больше подходит что здесь еще у нас написано ну собственно больше ничего все что я все что важно было я вам уже что сказала не плотная у нее средняя такая набивка хорошо проминается я думаю что удобно будет спать бывают очень твердые подушки бывают очень мягкие это такая средненькая и последнюю достаю эта подушка с эвкалиптом и волокном дивное дерево называется размер тоже 50 на 70 также она в чехле на замке прозрачный чехол у нее и она конечно очень презентабельно выглядит очень такая тоже у нее среднее наполнение достаточно хорошо проминается приятная мягкая очень плотная ткань вот это белая нанесенный какой-то такой перламутровый красивый рисунок перышками и состав у нее сейчас вам скажу наполнитель эвкалиптовое волокно чехол тик произведено в россии при 30 градусах даже можно стирать точно также отстрочено фигурно красивая подушечка тоже буду на ней спать буду проводить эксперименты какая мне больше понравится у меня проблемы с шеей когда я сплю на неудобные подушки с утра шея болит потом болит голова в общем как снежный ком все одно за другим на этом все все что я получила вам показала большое спасибо что посмотрели оставляю ссылки как обещала на предыдущий свой заказ на отзыв после стирки под этим видео ну и ссылку на сайт ивановского трикотажа вы также можете найти под этим видео всем большое спасибо за просмотр с вами была марина целую до новых встреч всем пока